Последние пять лет развитие животноводства в Кустанайской области постепенно набирало обороты. При содействии финансовых институтов Казагра в отрасли реализовано 74 инвестпроекта, общей стоимостью 36,5 миллиардов тенге. Создано более 2000 новых рабочих мест. Несмотря на, казалось бы, неплохие результаты, без проблем не обходится. В своем докладе замакима области ГЛС Нармухамбетов акцентировал внимание на том, что в ряде районов не уделяется должного внимания к выполнению отраслевых программ. К примеру, по Сыбага самые низкие показатели в Житикаринском, Камыстинском и Узункольском районах и в городе Аркалыке. Тем не менее, отметил ГЛС Нармухамбетов, план по программе Сыбага в этом году будет выполнен. В текущем году при задании 4584 головы с учетом неуполнения заданий прошлых лет на отчетную дату приобретено 4160 голов или 91%. При плане МСХ на 2015 год 3700 голов, фактически приобретено 4160 голов маточного по голове КРС. Задание по программе КУЛАН в регионе и вовсе перевыполнено. Но этого удалось добиться за счет того, что некоторые районы закупили голов лошадей больше плана. А, к примеру, в Тарановском районе вовсе сорвали выполнение программы. Такая же ситуация с программой Алтына-Сык. Она перевыполнена за счет нескольких районов. В Житикаринском, Наурзумском районах и Аркалыке не закуплено ни одной головы. Акимобласти отметил, что на животноводство в республике делаются большие ставки. Особый акцент на развитие мясной отрасли. Бюджет на субсидии увеличивается в разы. Субсидированные говядины у нас было 188 миллионов. Будем тратить 2 миллиарда 367 миллионов сеньгей. Почти 40 раз здесь рост идет. И содержание бычков в ЛПХ, личных подворьях. Было у нас 5 миллионов, чуть больше. Теперь было 401 миллион. Почти 120 раз. Раньше мы животноводство, как я уже говорил, 1,649 миллиона. Теперь субсидировали. Теперь 5,353 миллиона планируем субсидировать животноводство. Ожидается, что валовый объем производства говядины в организованных хозяйствах мясной отрасли вырастет в разы и составит более 7 тысяч тонн. Поступление в бюджет налогов в сумме более 700 миллионов тенге. Увеличение экспорта говядины до 5 тысяч тонн. Как сообщил Архимед Мухамбетов, накануне был подписан трехсторонний меморандум по развитию мясной отрасли между Акиматами Кустанайской и Западноказахстанской областей и Товариществом молочной истории Актюбинской области. В течение двух лет все мясо будет поставляться на переработку в Актюбе, где вводится в эксплуатацию самый крупный в Казахстане мясокомбинат. Никто не должен подумать, вот Новый Аким пришел с Актюбе и тянет все в Актюбе. Сразу вот все точки расставляю по всем своим местам, как говорится. Я согласился только на два года подтянуть вот эти моменты, с министром пойти на такую вот, как говорится, сделку. Через два года обязываем строить именно в Карабалаке Кустанайской области, именно в этом районе, там газ есть, тем более хозяйство расположено, большой крупный мясокомбинат. И министр полностью гарантирует профинансировать нам этот мясокомбинат. В районах должна проводиться серьезная работа по привлечению фермерских хозяйств в участие в структуре мясного кластера. Как отметил Архимед Мухамбетов, каждый Аким района будет нести за эту работу персональную ответственность. Бауржан Ержанов, Елена Щегельская, РТН